Всем привет! В этом видео вы услышите невероятную историю о простом человеке, который совершил невозможное и завоевал сердца миллионов австралийцев. Инстардинг представляет Клифф Янг. Невозможное возможно. В 61 год обычный австралийский фермер Клифф Янг решил принять участие в супермарафоне из Мельбурна в Сидней. Все думали, что он выживший из ума старик, а некоторые вообще боялись, что Клифф умрет, так и не добежав до финиша. Дистанция австралийского марафона составляет 875 километров. Маршрут проходит от Сиднея до Мельбурна, и его преодоление обычно занимает больше пяти дней от старта до финиша. В этом забеге участвуют легкоатлеты мирового класса, которые специально тренируются для этого события. В своем большинстве атлеты не старше 30 лет и спонсируются крупными спортивными брендами, которые предоставляют спортсменам форму и кроссовки. В 1983 году многие были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. Сначала все думали, что он пришел посмотреть на старт забега, так как был одет не как все спортсмены – в рабочий комбинезон и галоши поверх ботинок. Но когда Клифф подошел к столу, чтобы получить номер участника забега, то все поняли, что он намерен бежать со всеми. Когда Клифф получил номер 64 и встал на линии с другими атлетами, то съемочная бригада, делающая репортаж с места старта, решила взять у него небольшое интервью. На Клиффа навели камеру и спросили «Привет, кто ты такой и что тут делаешь?» «Я Клифф Янг. Мы разводим овец на большом пастбище недалеко от Мельбурна. Ты действительно будешь участвовать в этом забеге?» «Да». «А у тебя есть спонсор?» «Нет». «Тогда ты не сможешь добежать?» «Да нет, я смогу. Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе лошадей или машину до самого последнего времени. Только четыре года назад я купил машину. «Когда надвигался шторм, то я выходил загонять овец. У нас было две тысячи овец, которые паслись на двух тысячах акрах. Иногда я ловил овец по два-три дня. Это было непросто, но я всегда ловил их. Я думаю, что могу участвовать в забеге, ведь он всего на два дня длиннее и составляет всего пять дней, тогда как я бегаю за овцами по три дня». Когда марафон начался, то профессионалы оставили Клиффа в его галошах далеко позади. Некоторые зрители ему сочувствовали, а некоторые смеялись над ним, так как он даже не смог правильно стартовать. По телевизору люди наблюдали за Клиффом, многие переживали и молились за него, чтобы он не умер на пути. Каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется порядка пяти дней, и для этого ежедневно необходимо 18 часов бежать и 6 часов спать. Клифф Янг же не знал этого. На следующее утро после старта люди узнали, что Клифф не спал, а продолжал бежать всю ночь, достигнув городка Миттагонг. Но даже без остановки на сон Клифф был далеко позади всех легкоатлетов, хотя и продолжал бежать, при этом успевая приветствовать людей, стоящих вдоль трассы забега. С каждой ночью он приближался к лидерам забега, и в последнюю ночь Клифф обошел всех атлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех. Клифф не только пробежал супермарафон в возрасте 61 года, не умерев на дистанции, но и выиграл его, побив рекорд забега на 9 часов и стал национальным героем. Клифф Янг преодолел забег на 875 километров за 5 дней, 15 часов и 4 минуты. Клифф Янг не взял себе ни единого приза. Когда Клифф получил 10 тысяч австралийских долларов за первое место, он сказал, что не знал о существовании приза, что участвовал в забеге не ради денег, и без раздумий решил отдать деньги пяти первым легкоатлетам, которые прибежали после него, по две тысячи каждому. Клифф не оставил себе ни цента, и вся Австралия просто влюбилась в него. Многие тренированные спортсмены знали целые методики о том, как надо бежать и сколько времени отдыхать на дистанции. Тем более они были убеждены, что в 61 год супермарафон пробежать невозможно. Клифф Янг же всего этого не знал. Он даже не знал, что атлеты могут спать. Его ум был свободен от ограничивающих убеждений. Он просто хотел победить, представлял перед собой убегающую овцу и пытался ее догнать. Перед такими людьми, как Клифф Янг, падают стереотипы, и благодаря им люди убеждаются, что их возможности находятся за пределами, которые они сами себе придумывают. Только те, кто предпринимают абсурдные попытки и не знают о преградах, смогут достичь невозможного. Альберт Эйнштейн Друзья, огромное спасибо за просмотр! Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и обязательно поставьте лайк. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!